Вес минуты 15 секунд Мы такие быстрые, или мы такой быстрый Сергей Иванович? Да, докладчики Готовы? Готовы? Не нужно, а не нужно Команда, как у тебя? Готовы? Отлично Итак, тогда мы можем запустить время доклада Напоминаю, что это 12 минут Время пошло Добрый день, уважаемые жители В частности, у вас все Меня зовут Валерий Крилл И сегодня Деся很рем Robinson Телептатные ветви Телептатные ветви В результате образуются слои, защищающие воду от быстрого исполнения, а также улучшающие понятие стоянотеления. Почему же именно сферическая скорость? Оно объясняется на конопостале, который классическое удобрение в жидкостях и газах передаётся во всех направлениях равномерно. В мыльных пузырей действует сфера. Сначала пузыря без цвета для того, чтобы добиться наименьшего образования, отсутствия einem пузырей. Так, пузырей. Соответственно, пузырей. Напишите джеддец. Пузырей. ...движения наших работодателей. Вот наш приспособ. Однако надо сразу будет то, что... ...всё же рассмотрим... ...экслейвы. ...за счет того, что наше плён... ...за счет того, что наше плён... ...вылидаем, перфект. Одни из которых... ...ну, вы что-то говорите... ...толстый, но прочитали... ...экслейвы. ...изменение длины волосвета разной толщины. ...любой. ... ...лим contrary longitudinal гранди statewide... ...вывод... ...экслейвы. ...лим сницевали. Продолжение следует... 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 В полусферах? Тотше будет жить круглым, так и площадь. Заключенный круг. Вопрос, который у меня нет, наверное, больше всего будет. В условии задачи, в этом сказано, что если брать лучшую лимфиона, а вы с этой задачей не наблюдаете. Ну, на самом деле, если проделать данный эффект, например, на котором мы натянем на поверхности, то мы получим тот же самый эффект, потому что и там наша пленка никогда не будет ровной константой, потому что она всегда будет более толстой к краям и более тонкой. То есть, по сути, мы получим этот эффект. В любом случае. Я вас упомяну. Перекраслите, мы слайд номер 8. Нет, что ли. А доносляд номер 9. 9, 8? 9. Хорошо. Все-таки объясните точнее, как образовываются наши интерфелинационные полосы. Вы сказали, что когда лазер входит в нашу лимфиона, он после того, как начинает в нем отражаться, изменяет свое направление. Почему это происходит? Потому что под действием сентябрости, диффузии, температуры, наше пленка, как в виду, становится более тонкой, а в зонах будет тонкой. И при этом слои движутся. Также они движутся из-за того, что есть микрочастички воды, которые будут создавать, и хри, а ляпи, сами задаваясь. Глядя ли хриотички, любящие себя в том, что ляпиона ляпиона, на образованные трепет? На их рассеивание? Ну да. Хорошо, я с вами согласен. Однако мне кажется, что все-таки с ляпионом будут являться именно этим ляпионом. Смотрите на десятый. Десятый? На десятый. Можете напомнить условия, при которых лазер будет отражаться на трепетах? То есть условия полного функционального отражения. У вас не будет полностью отражаться, он будет выходить еще от движения. Это такое, что у меня как-то не равномерное, когда это не один слой, это несколько раз. Ну я с вами не согласен, так как существуют два варианта, при которых будет существовать полное внутреннее отражение. Это во-первых. Среда, в которой находится лазер муч, должен быть более оптический код, чем внешняя среда. И второй важный фактор – угол полного внутреннего отражения. У вас он на франции. Это примерно картинки, как оно должно быть в своем задвижении. Что такое картинка, как это точно будет выглядеть? Нельзя нарисовать. В общем-то, вот этот угол R, он должен быть строго больше минимального угла. Если у него будет больше минимального угла, то мы будем наблюдать полное значение отражения нашего учебного ребенка. Присустим, 16. Присустим, 16. Присустим, 16. Вы сказали, что глицерин влияет на что? Но на видео видно, что глицерин также влияет на разветленность наших треков. Без глицерина вы получили более разветвленную картину. На самом деле, картинка заключается еще и тем, что картинка, представленная с глицерином, она снималась вокруг съемки и поэтому... Перейдем к выводам. Спасибо, уважаемому докладчику, за ответы. Мы выяснили такие важные моменты, как то, что пленка будет относительно плоской, то есть пленка будет образоваться одной плоскости, либо пленка будет пузырем. На это результаты эксперимента не очень сильно влияют. Также мы выяснили то, что некоторые параметры объяснили недостаточно точно. Например, тот же самый состав нашей пленки. Выводы были представлены недостаточно параметров. Мне кажется, что время жизни пленки – это основной параметр, влияющей форму интернетов. Время вышло. Спасибо, уважаемому оппоненту. Уважаемый рецидент, у вас здесь две лепуты подготовки. Ваше время пошло. Ваше время пошло. Улиш warrantичнее аппетит. пузыри olvищше Спасибо. 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 Уважаемые инциденты, ваше время. Кто-то тут слышит. Ваш время на инциденте. Слово. Здравствуйте. 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 И первый вопрос, который я хочу выяснить, это, скажите, пожалуйста, про вашу установку. Я, честно, так и не понял, где находится лазер, как надо продать. Я добавляю вот сюда, что лазер за клеткой, это может быть, после этого, потому что тебе, например, может быть, лазер не сдвигался. Пропектив клумба в клетке, да, и это по расстоянию. По расстоянию. Максимально ближе, потому что исходящий пучок света у начала лазера будет куда-то лучше, чем который в расстоянии 50 сантиметров. А мы добивались самого доброго. Покасаться для него... Прёмок. Какой полос? В организме? В организме? Края, прёмки или... В смотре, когда мы проводим эксперимент. Когда прёмка более плотная вверху, мы можем показать ему вверху. Когда там эксперимент уже не наблюдается, за счетом, может, прёмка слишком глубокая, то мы можем проделать там эксперимент из него, и он будет прекрасно. Хорошо. Тогда у меня вопрос к докладчику и компоненту. Я ответил на вопрос к докладу... ... ... Почему они не отражаются? Честно говоря, по-моему, лучше является бездобычного факта, что мульная пленка неоднородна, и там, плюс, вы говорили, кстати, о том, что мульная пленка может быть запылить. То есть луч у нас, например, плюс еще и зарангание и пленка неоднородна, и поэтому разметие отриумления, поэтому луч разветвляется. Но почему-то вы не смогли так конкретно рассказать, как это ваша информация. А теперь давайте, собственно, перейдем к вашему интернету. Сначала про установку. Если честно, мне так до сих пор я не понял, как именно было расположено лазер. Вы использовали пузы или вы использовали пленку? Да, я использую пленку. Хорошо. В принципе, вы точно. Я понял, я уже задал вопрос. И дальше вы нам подсказывали про основную пленку и потратили мало времени на объяснение самого эффекта. По-моему, это был минус вашего аппарата, потому что вы рассказали нам слишком много про саму пленку. Дальше у вас была демонстрация эффекта, которой на самом деле мне было не очень понятно, как нам направлено на ваших картинках. Дальше вы нам показывали картинки вроде бы сплохо, но на самом деле, точнее, сверху, почему-то у вас находится лоб, как он называется, на кольце. Тоже мне очень понятно. Я думаю, тут самое важное в этой задаче была именно экспериментальная часть, потому что теоретическое описание, как я сказал оппонент, довольно сложное. И на самом деле надо было варьировать как можно больше параметров, которые мы можем проверить. И, по-моему, в первую очередь это можно было проверить больше жидкости. Вы добавили глицерин, вы не варьировали концентрацию, хотя могли это сделать. И вы также могли проварьировать расстояние, например, от лазера и показать какие-то графики зависимости от расстояния, например, потому что там много разной толщины. Но я считаю плюсом, что вы нам показали достаточно много картинок, где у нас реально заметили эффект. Хотя я знаю, что этот эффект получить довольно сложно. А теперь мы перейдем к анализ дискуссии. Во-первых, наш оппонент сказал, что почему-то разветвление не зависит от движения пленки. Хотя, на мой взгляд, движение внутри пленки. Хотя, на мой взгляд, это как раз таки очень сильно зависит. И самый эффект, он практически потом и наплетается из-за движения. Как я и говорил, внутри пленки фактически требуется для полугода. Я вас не спрашиваю. Вот это не требуется. Потом я еще считаю, что вы несправедливо оппоненту, накладчику, обвинили в том, что он не платил пузырь, а не пленку. На мой взгляд, это наоборот является плюсом. Потому что мы можем исследовать, как ведет себя луч в разных формах нашей пленки. И это является, на мой взгляд, плюсом, а не минусом. Потому что мы можем исследовать и форму. Правда, нам докладчик конкретно рассказал о том, как именно зависит от формы нашего лучи. И докладчик, оппонент, также рассказал о том, что у нас не варьировались параметры для чего-то в докладе и эксперименте. Ну и что я хочу сказать по дискуссии. По-моему, она вышла не очень продуктивная и не очень содержательная. Оппонент раскрыл не все основные стороны доклада. А докладчик, по-моему, такой доклад, вышел не очень содержательным и не полностью также раскрыл суть явления. Причину не оставил никаких зависимостей. Спасибо за внимание. Я знаю, что происходит. Спасибо, уважаемому инциденту. Уважаемый докладчик, у вас есть время, никуда ответное слово. Ваше время. Для начала, я хотела поблагодарить за время. И докладчику и оппонентам. Однако есть второй вопрос. Например, с оппонентом, начну форму нашей пленки. На самом деле форма пленки никак не играет на нашей херке с висперсами. Потому что они будут появляться в любом случае. Это все зависит именно от самой пленки. Даже если мы ее натянем, она никогда не будет идеально плотной. Всегда будут какие-то завихрения и она будет более плотной. И, например, в ходе края, если мы дать всякие пленки, тем же в полусфере она будет тоже более плотной. И именно в краю висперсаде. На самом деле некоторые вопросы, которые принимаются оппонентами, не ограничены в самом докладе. Но оппонент решил задать их для выточнения. На этом все. Благодарю всех за внимание. Минуту 5 секунд. Весьма лаконично со стороны докладчика. Спасибо ему за немного времени. Уважаемые коллеги, у нас есть с вами 10 минут для вопросов. Я попросу справа ведущего. Вопрос первый. Собственно, у вас был слайд, уважаемый докладчик, с красным и зеленым лазером. Вы говорили, что вы почитали литературу. И изменение длины волны никак не влияет на эффект. Но при этом вы не сказали, почему изменение длины волны никак не влияет на эффект. Расскажите, пожалуйста. Вы не будете влиять, потому что это все происходит за счет головнения. И какой бы с вами ключ после этого не было, не головня, он все равно будет деловаться одинаково, можно так сказать, что мы будем делать именно волны пленки. И именно выходная аппетита наших людей будет оставаться стабильнее. Спасибо. У меня есть вопрос по экспериментальной части задачи. Как же вы все-таки так направляли лазер, чтобы он не находил, а не осталось? Спасибо. talked to the rules Side True Как не находился эксперимент Ваш пузырь напиливался Gewence Мы постоянно меняли зависимость от параметра шарки, то есть мы меняли направление самого ручка, потому что на самом деле оказалось, что в определенный момент, в самом начале истока нашего ручка, толщина будет куда-то меньше, чем на определенном расстоянии, и мы варьировали этот параметр, чтобы посмотреть, как зависит от толщины. То есть то, что сейчас у нас появится видео прекрасное, как вы видите, и выходит? Это мы, наверное, по крайнейшей теме сейчас, да? Они просто очень близко стоят в другом городе. Спасибо. И опять же, я вам попросила. У вас уже условие сказано, что у нас не будем поместить глазами небольшой угол в плёд. Я скажу, пожалуйста, вы руководите лубы таким образом, как угол влияет наше мнение. В отсутствии из данной физики. Ну, у нас угол должен быть максимально минимальным, то есть, по сути, как в погасательной под определенной точке полусферы. За счет этого мы добивались эффекта, то есть какая-то небольшая часть лазера именно проходила в канал плёнки, а если мы направляли наш лазер под другим углом, тогда у нас не происходило вот этого проникновения, у нас просто принимал лазер и, например, через такой распределение. Я нашелся. Я заброшу вопрос. Вы родили передельный угол, по которому вы будете добиваться вашими людьми? Нет. По просьбе задавайте на эту вопрос начинке. Что? Граничном условии, по которому наблюдаете и время здесь видение толщины пленов. Ну, это когда она примерно соразминена толщина нашей почпосвета. То есть, когда она прибудет уже 1,2,2 мм, происходит эффект не надо, потому что что-то не совсем было. Я так понимаю, что называется толщиной пучка света? То есть это толщина пучка лазера или нет? Да, это же тоже. А как объемы волны отдаются? Да, объемы волны отдаются. Что за нового момента это было? Для него волны лазера это зависит, так как при меньшей волне лазера все неоднородности противов встречаются чуть активнее, чем при большей волне лазерной. Хорошо, а может 13? 13? У вас картинка? Я, может быть, не понял, а может быть, вы мне просто поясните после, а может быть, это не было обучено и говорено. Почему в некоторых случаях, я понимаю, что это такая полурестративная картинка, но почему вот в некоторых случаях он делится пополам, а в некоторых не делится, просто отражается и все? В чем дело, в чем секретно? Если посмотреть микроскопом нашу пленку, она будет состоять в небольших кружочках, в витре, и каждый этот кружочек будет, как отдельный светофор со своим постоянно преломблением. И так как они накладываются друг на друга, их хотят на другой слой любой, может привести себя по-разному. Вот, это примерное изображение того, как он должен вести себя именно в этих смешанных половах. Какой-то ограниченный свор, численный или формальный, то есть почему иногда делится, иногда не делится, в чем дело? Не так численно, а более как работа. Ну может, у нас не происходит эффект, когда наш пучок света во много раз больше пленки. По примерно в тысячу раз, наверное, это такое. А чтобы мы бы поняли, почему иногда делится, иногда не делится? Так как они исследовали свою задачу в минном пузыре, то, как я уже говорил, два условия внутренних отражения. Во-первых, плотность внутренней простой керосфоры должна быть больше, чем плотность внеющей среды, в которой они собираются. А во-вторых, это угол отражения внутри пленки должен быть больше претеним. Так как в минном пузыре, ну скажем так, его прослой керосфора абсолютно не перекупен в минной простой плоскости, то его угол отражения внутри пленки будет постоянно изменяться. Также это зависит от старения пленки, так как со временем, прошедшимся от уровня, сначала того, как пленку создали, в их случаях в минном пузыре создали, этот простой керосфор постоянно потенчается. Из-за этого уменьшается только оптическая сила нашего простой керосфора, так и соответственно и угол, под который будет отражаться до земли ночи. У меня вопрос к оппоненту, связанный с вопросом оппонента. Вы упоминали, что вы считаете, что там происходит полное воздействие отражения. А вы действительно считаете, что там полное воздействие отражения? Это зависит от большей мере от угла падения лазерного пленки. Возможно, малое-малое количество лазерного излучения вирусов. Это очень-очень отличительный фактор. Поэтому пока лазерные вычисляются пленки, мы можем наблюдать явление рефимационных волос. Хорошо. А где мы считаем? Я считаю, что так как у нас с ритами однородно, то у нас лучше можно попадать в такую область, где в реальном воздействии полное амитурное отражение. Из-за того воздействия не однородности среды. Хорошо. И еще одно воздействие на датчик. Например, на этот рисунок, кстати, очень хорошо видно, что у вас есть какие-то несимметричные. То есть, как вы видите, яркий свет, он сдвинут в какую-то сторону. И на видео это, в принципе, тоже заметно, что у вас есть какой-то. С чем вы это связали? Скорее всего, это связано с движением нашей пленки, с ее концентрацией в данной точке, а также наличие такого фактора, как нервные частички пыли, которые также образуют определенные участки наших нервных объектов, которые будут еще лучше снижать эффекты. У меня вопрос к оппоненту. Ну, два раза во время оппонирования и сейчас прозвучало слово «интерференция». Вы тут, в этом явлении, наблюдаете интерференцию? Самое влияние интерференционный вопрос, мне так называются, и только с точки зрения, это не влияние интерференции. Тогда почему такой термин у вас звучит? Ну, то есть, вы говорите «интерференционный луч», потом, когда оппонировали доклад, тоже ставило слово «интерференция». Второй вопрос у меня к вам. Направление, ваша фраза, направление треков зависит только от направления луча. Вот здесь разброс треков по направлениям. Что вы имеете в виду? Я имею в виду, что, насколько я понял из рассказа докладчиков, туда, куда идут завихрения мины пленки, туда и будет направляться наш трек. Я считаю, что, если лазерный луч, было бы щекотку в одном направлении... ...эту фразу, что вы имеете в виду, что можно исследовать в больших формах? Во-первых, это попробовать разные концентрации жидкостей. Там была предлаганка глицерин добавили на концентрации. Ну, поэтому, естественно, это зависит от напряженности, жидкости, параметры. Во-вторых, можно, например, надвигать дальше лазер, чтобы зависеть параметры луча при входе в долг. Ну да, докладчик это обсудил, что при этом отодвигании луча меняется диаметр. Вот, конечно, это было не показано графиком, не сказано на зависимости от того. Значит, это зависит от того. Спасибо, уважаемые участники действия, спасибо, уважаемые члены жури. У нас есть пять минут на то, чтобы высказать наши оценки. Коллеги, давайте попробуем ложиться. Давайте сразу покомментировать не оценок. Мы будем комментировать сначала худшее, потом будем комментировать лучшее, чтобы заканчивать все-таки действия на каких-то положительных ног. Добре? Вот. Спасибо. 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 Ну, как. Я не даю, ни по угламу. По крайней мере, я скажу. Все готовы? Нет. 10 секунд. Ну, да я. 5. 4. Нет, я не даю. Пусть подумают. Минус 4. Отлично. Аня, не будьте ставить барадову. У нас барадов 10 минут, пацаны. А то церковь за 10 минут прожала. Ты отвлекаешь. Все, Аня, ты готова? Ну что ж, давайте тогда выставим оценки за докладом. Оценки за докладом. 6, 9, 6, 6, 6, 6, 6, 9, 7, 8. Оценки за абонирование. 5, 6, 8, 7, 7, 6, 9, 8, 6. Оценки за абонирование. Оценки за абонирование. 7, 8, 7, 6, 6, 6, 8, 7, 6. Я у счетной комиссии немножечко буду проду протокол и буду просить комментировать. Нижняя оценка за доклад у нас шестерка, их много. Давайте вы. Ну, критерии имеются такой же, как следующие задачи, то есть я отсудил одну задачу, от какого-то критерия постараюсь икредировать, что если задача у нас не имеет математической модели, ее сложно написать и сложную составить, должно быть очень попробовалось, очень внятно, очень такое, что точно объясни, что происходит. Либо какие-то масса-масса экспериментов. Здесь, честно говоря, экспериментальная польза ограничена, здесь отдельно мигантское количество, но остается у нас подробное объяснение, где рассеивается, где отражается это, что происходит. Кроме общих слов, про что вообще там происходит, отражается, не отражается, рассеивается. Слово рассеивание впервые тут услышно вообще от оппонента. И какие-то численные оценки мы вообще будем делать в трех порядках. Тут нанометр, там экзаметр. Тут он будет работать, тут не работать. То есть хочется больше точности в подписании, чтобы это было понятно. Иван Натимович, прокомментируйте высшую оценку, пожалуйста. Ну что ж, я опять-таки согласен с предыдущим членом РУИ. Ну, тут опять-таки задача очень сложная. Естественно, сложный был вопрос разработки теории в данной ситуации. И что все-таки, ну, мне так очень понравилось в том смысле, что там было в принципе получено это самое явление. Я, по-моему, не представляю, насколько сложно это действительно получить, по большому счету. Описание, как это появление, по-моему, было сделано достаточно высокого уровня в этой ситуации. Единственное, что мне не очень понравилось, это то, что не было произведено исследование. Я вот только за это упоминал, но не следовало. Я нанимаю время... Он сказал, что этот эффект пропадает через некоторое время. Но оценки времени существования или попадания этого эффекта никакой к сожалению не было произведено. Вот, это, в общем, снизила оценку, мы уже читаем. Вот, а все остальное, по-моему, достаточно. Спасибо, Иван Иванович. Давайте я прокомментирую нижнюю ссылку за коллегами, потому что она моя. За дискуссию, уважаемый оппонент, у меня получил 3,25 балла. В связи с чем? В дискуссию вы провели развернутую грамотную вопросов, и не было по формалу приоритизации. То есть, самый большой вопрос у меня вызвала приоритизация в вашей дискуссии. Но с анализом доклада было все грустно, на мой взгляд. Его просто нет, но мы не уложились по времени. То есть, если бы вы сделали грамотную приоритизацию, отпустили вопросы менее важные, а провели... Да, но... Ну, за ответы на вопросы 3, я... ...совы, это такой 5. Николай, я думаю. Да. Оппонент, ты сказал, анализ доклада. ...вот составу, которые здесь нет. Мы достиг его, по словам форм и за свои мнения на их... Иван Александрович, как-то маниа решили не в случае, только... Влин, так и Иван Александрович. за 13,7 баллов и за рецензию 6,7 баллов. Это с учетом всех коэффициентов. Давайте мы с вами разойдемся на переград на 10 минут, а после этого приступим к третьему действию. Уважаемые докладчики, следующего действия это лицей Вентуру. Готовьтесь сейчас на переграде, чтобы это будет. Спасибо. 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 В эксперименте мне тоже не понравилось, так как было только одно видео и не было никаких варьирований параметров, но и сравнение теории экспериментов я вообще не нашел в этом докладе. Спасибо. Перейдем к вопросам. Во-первых, почему у вас видео в качественном описании было один груз, там было заметно, а что в эксперименте у вас уже совсем другая установка была? В самом видео было взято для того, чтобы показать, как именно, что именно у нас происходит, то есть для того, чтобы показать, что у нас постепенно будет помешаться природными клеваниями и увеличиваться картинами. Но тогда вопрос, почему вы не использовали свое же видео или у вас не наблюдалось это на своем видео? Мы пытались достичь ищу вам некуда же эффекта, но у нас получилось то, что наши подтвердленные клевания не хотели полностью учиться, поэтому первые люди взяли это видео для того, чтобы показать, как это должно быть. Хорошо. Тогда давайте перейдем к теоретическому описанию. Можете, пожалуйста, оставить номер 9? Да, вот это слайд. Объясните, почему у вас зависимость угла от координаты имеет линейную зависимость и что это за коэффициент С? Как я уже сказал, когда мы даже вешаем просто наш брус, наша пружина поворачивается на некоторый угол. И, ну, поскольку у нас идет увеличение расстояния между нашими, как же нашими ветками, пружинами. И тут сразу, когда радиус пружина у нас отличается. Поэтому он немного поворачивается, поскольку выгоняется. И коэффициент С, он показывает отношения между тем, как поворачивать на сколько было вообще ценность, пружинами. Хорошо, спасибо. Осталось понятным, почему это все-таки будет именно линейная зависимость, а не какая-либо другая. Но перейдем дальше. Откроется следующий слайд десятый. И скажите, пожалуйста... Объясните, пожалуйста, каждый из компонентов первой службы. Хорошо. Ну, а мы, получается, записали лагеринжан от неприцовек, то есть он зависит от нашего длинения. Микрофон. Микрофон. Так вот, мы просто записали лагеринжан, который зависит от нашего длинения, от нашей скорости угла и одной скорости. И получается, первый слайд 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 сл Почему мы берем теорему Тейлера-Логранжа, берем частные производные функции Логранжа от времени, от скорости и от координат? Ну просто мне непонятно, почему именно такие производные. То есть производные показывают какие-то минимумы, максимумы точек, а здесь непонятно, для чего они нужны. Это однозначно, просто если получается производные, то что производные проекции, то это новую кодекцию. Спасибо. Давайте перейдем дальше, на 18-й спальню. У вас тут представлен единственный график вообще во всей вашей работе. И почему, во-первых, у вас нет никаких сравнений с экспериментом, вы не оговорили с этой теорией, вы не оговорили, как должна работать теория. У вас видно, что колебания не затухают практически, ну у них нету маленькой амплитуды. Объясните это. Ну, собственно, с этого и началась наша дискуссия, когда вы спросили, почему, ну, почему он, собственно, видеоролик. То есть у вас просто не был амплитуд, у вас не получил амплитуд, да? Нет, он на несколько секунд, но мы не смогли получить на практике такие же... Да, но ведь вы, вот, в своем нахладе, вы вообще не вариировали параметры. Возможно, если бы вы изменяли акцент жесткости пружины, подсмотрели зависимость и поменяли начальное осмотрение пружины, то, может быть, у вас увеличился бы эффект, и он бы стал лучше гораздо. На самом деле мы пытались это сделать, чтобы мы изменяли жесткость пружины, как бы уменьшать, ну, продольную жесткость пружины. Ну, то есть мы меняли пружинность, если бы мы меняли продольную пульсивную жесткость, и получилось так, что, когда мы увеличили продольную жесткость, то у нас, наоборот, минимальное значение нашей амплитуды было больше, ну, если смотреть по графику, а если бы мы уменьшали жесткость, то у нас были почти что новые резонансы. Спасибо большое. Хотелось бы, конечно, услышать в самом накладе какие-то зависимости, какие-то, ну, про варьирование показать. И тогда перейдите... Можно еще 15-й слайд? У вас... Ладно. Я перейду сразу к анализу доклада. Тогда, если честно, из плюсов этого доклада могу выделить, что было, хотя бы какое-то теоретическое описание, хоть видно, что докладчик не сильно в него углублялся, но поверхностно мы пробежались, и из дискуссии я понял какие-то основные моменты, которые он мне хотел рассказать. Дальше еще он привел в конце своего доклада выводы, что тоже мне понравилось. Я понял, что он хотел сказать вообще своим докладом о этой задаче, но, к сожалению, у него было тоже довольно много минусов. В задаче, например, это самое главное, как я считаю, это отсутствие нормальных экспериментов. Это то, что у них не получилось, ну, эффект хороший, не получилось... Они не как не варьировали параметры, то есть, а там можно было действительно много варьировать. И по итогу не было также никакого сравнения теории с экспериментом. Спасибо за внимание. Спасибо, уважаемые. Спасибо, уважаемые. Уважаемые рециденты, у вас есть две минуты на подготовку к выру цитирую. Время пошло. Спасибо. Игорь Негода. Игорь Негода. Игорь Негода. Продолжение следует... 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 А сейчас я считаю вопросы понятны относительно коэффициентов в данной теории. Так, формулы были представлены и они сошлись с экспериментов, однако объяснены они были достаточно мало. Не было объяснено, что конкретно обозначает каждый из множества коэффициентов. И, соответственно, эти вопросы я считаю достаточно важны для полного раскрытия и понимания этих задач. Так, также был входный вопрос по варьированию параметров, что я также считаю довольно важным вопросом. В ходе дискуссии было понятно, что докладчик почти не варьировал параметры. То есть он не измерял конкретную зависимость, в принципе, поведения майкрика от определенных параметров, варьировал, такие как масса вуза жестких пружин. Что у докладчика была немножко иная цель – добиться эффекта и объяснить, как оно происходило. Но, однако, объяснения мы, к сожалению, не видели. И также мне не совсем был понятен вопрос, точнее замечание оппонента, потому что не было сравнений в теорусе практики. Оно было. Так же мы это видели на графиках, из которых мы видим схождение теоретической лиги и, собственно, экспериментальной лиги. Однако, я считаю, недостаточно было вопросов относительно качества проводимости экспериментов, например, как снимались эти точки, сколько было приведено экспериментов, то есть насчет точности эксперимента. Поскольку у нас нет планов погрешностей, мы не могли оценить, насколько сходится все-таки эксперимент с теорией. Что ж, это были вопросы, которые оппонент поднял. Теперь же, каким самым важным моментом, который опустил оппонент и, собственно, докладчик в своей работе, это вопрос и относительно качественное описание. В докладе не было объяснено все-таки, в чем особенность майка Клуберкорса, чем он отличается от обычного пружинного майка. В нем не было указано основного условия поведения такого майки, то есть тайность плечистотных и вертикальных колебаний. Было только несколько раз повторено слово резонанс, однако, собственно, объяснено, но качественно не было. Что ж, Кат, свои выводы хочу отметить, что докладчик, в принципе, добился своей цели. Он объяснил, точнее, не объяснил, он теоретически исследовал. И экспериментально, он исследовал теоретически и исследовал. Спасибо, уважаемый экстендент. Ваше время вышло. Уважаемый экстендент, ваше время вышло. Уважаемый экстендент, у вас есть две минуты на ответное слово. Попрошу. Ладно, вы же время. Для начала я хотел бы заметить насчет качественного описания. Как рецидент, так как они сказали, что оно не было объяснено. То есть рецидент сказал, что сама фишка нашей, нашего майки не была объяснена. Хотя, я говорил о том, что постепенно у нас продольное клепание будет перекрестить противные. И продольное клепание будет постоянно улучшаться. И также будет у нас увеличиваться крутильные клепания. Потом, как этот парчик, так и компонент сказали, что мы не исследовали с разными параметрами. Нет, мы это сделали. Просто у нас случилось так, что мы не смогли полностью добиться эксперимента. И у нас были почти что одинаковые графики над наших зависимостей. И мы решили, что будет профессионально вести один. И сказать, что у нас будет похоже. И если мы, допустим, мы уменьшили продольную жесткость, у нас изменились параметры. И у нас возмущается условия резонанса. То есть мы исследовали просто все зависимости. Мы не смогли получить только результаты, как на первой видеоролике. И все зависимости были схожи друг другу. Потом насчет практического описания. Экспериментального описания. Когда мы получили наши практические точки, у нас уже была функция, которую мы взяли из теории. И благодаря нашим практическим точкам мы нашли наши коэффициенты. Просто использовали программу тайм, программу математики, чтобы получить... Спасибо, уважаемый докладчик. Ровно две минуты. Уважаемые коллеги, у нас есть с вами 10 минут на то, чтобы задать наши вопросы. Давайте начнем с термином края. Есть вопросы? Откроите, пожалуйста, 16-й слайд. Спасибо. 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 Уважаемые лицендианы, вы сказали, что в докладе не было качественного описания. У меня будет тогда пояснить, как будет происходить процесс задачи, как будет происходить теперь процесс, скажем так, перехода энергии? Что же? Могу ответить, что когда мы расстоять на пружину, ну, сообщая все еще системы, то есть и пружины, и груди по определенным количеству. Когда мы ее опускаем, пружина сжимается, соответственно, она, как и разъяснил немножко докладчик, она за счет своего сжатия немножко раскручивается. И в последующем также растяжение она раскручивается, скручивается, раскручивается, скручивается, раскручивается, раскручивается. Но, однако, я считаю, ведь уже на маленьке есть то же самое. В чем мы начнем? Усиление этих колебаний и, соответственно, экрутивных, и потом, соответственно, продольных, оно происходит за счет резонанса. Поскольку совпадает частота, можно сказать, частота скручивания пружины и частота уже имеющихся угла поворота, уже имеющихся экрутивных колебаний, у которых есть экрудика, за счет совпадения этих частот происходит резонанс, соответственно, усиление колебаний. А за счет того, что колебания усиливаются, энергия, поскольку у него энергия усиливается, то у вертикального она внушается. И, соответственно, за счет того, что одно колебание усиливается, а второе внушается. А также они меняют жизнь. Можно на тот же вопрос ответить еще оппонентам? Да, конечно, у меня есть немного другое мнение по этому поводу. Как говорил докладчик, он упоминал про изменение радиуса пружины. И у нас крутильные колебания у нас появляются из-за какого-то момента инерции, о чем мне сказало... Ну, нам обязательно нужно какой-то момент инерции, чтобы были крутильные колебания, о чем не говорил докладчик, не рецидент. И при изменении радиуса пружины у нас момент инерции будет изменяться. И тогда при... из-за того, что у нас будет изменяться момент силы, которая будет действовать на пружинку, то он будет, ну, и на трус, то постепенно будет увеличиваться... По задуханию у нас вертикального колебания будет тем самым увеличиваться радиус пружины, и тем самым увеличиваться момент силы, которая закручивает как раз-таки груз. И тогда у нас груз потихонечку начинает закручиваться силе и силе. У меня тогда еще один вопрос. Он, собственно, уточняем чуть передовыщенный опыт. Все говорили, что сошлась теория, статистические эксперименты, 1 к 17 салом. Я так понимаю, что... Ну, просто с обращу время, просто проговоря... Проговорить даже с самого вопроса, что я говорю, что вы, получается, из экспериментов получили лицидентифициенты, которые поставили свою теорию. И ладно, поэтому... Логично, что с помощью технических экспериментов теория сходится с экспериментальными точками, с физическими. Соответственно, вопрос. Если бы это такая теория, то любой теория должна быть предсказательной функции. А предсказательной функции вот хотелось бы знать в этом явлении, когда оно наступало, при каких условиях. То есть какие параметры, связки параметры, которые занимаются техническими, чтобы появление наступало. И второе, ну, зато хранить, как бы не будет пересадать, а это все в самом деле. То есть с помощью вот этой вашей серии вы можете это пересадать? Или что нужно добавить в вашей серии? Ну, да, я разговариваю. Или о том, как вы? Ну, чтобы получить минимальное значение, что мы можем сделать, то нам нужно изменять именно свойства наших режимов. Ну, именно наши режимы. И когда мы будем менять наши режимы, у нас будет, собственно, меняться как крутильная жесткость, будет меняться как крутильные и крутольные жесткости. И мы сможем получить, допустим, минимальное значение про Добродогие в Ливане. Как, допустим, на самом деле, на самом деле, нельзя Кое-чего еще один вопрос, по-моему, можно спросить, по-моему, собственно, с вопросом, что, при каких правах вообще явление возникает? Почему ваша теория в каких дискахах? Почему пользуюсь теорией и неоподелили ее? Почему у вас это плохо получается и не поменяли, чтобы получилось лучше? И чтобы у вас получилось в конце концов. И все. Вот это подходение нашей терапии эксперимента. Мы пытались, изменяя подлинные. И здесь вообще, почему у нас не получается, что продольные колебания около нуля, но, вернее, после нескольких попыток мы не смогли ответить, какой именно параметр нам мешает. и, ну, естественно, нужно просто менять пружин, пока у нас не было с собой замесли. Ну, если же правильно. то, что сейчас есть у нас фит и, соответственно, полученные его значения как были значения соответственно с теми, которые связаны с вашей теорией на фит? Ну, поскольку этот фит, ну, фит был получен, ну, то есть, значения были получены из наших практических точек, и при поциновке этих значений мы получили, что значения, которые мы получали, такие же, ну, они схожи с теми, что были у нас практические. То есть, похоже, например, на значения получаться при параметрах ваших здоровья, которые, в любом случае, живыми сами вращаются и распространение и ну да. Но вы это проверяли или не проверяли? Мы проверяли. Ну, они, в частности, вводят программу на математике, и просто для того, чтобы быстрее было значения, мы подставили наши параметры и получили список значений, которые были схожи с тем, что мы решили на практике. Насколько? Ну, вот так. Некоторые точники были, допустим, очень слышали, но не могли огрешенность ничего это фитал, огрешенность ничего. Наверное, и фитал, это все. не могли сказать. Еще раз вопрос. Нет, я просто не могу сказать. Несколько русские были схожи? Что значит схожи? Отличались два раза? Были, значит, пределы одного процента? Что значит схожи? Да. Скорее то, что мы назвали, будет приблизительно в рядовом проценте. Ну, они некоторые точки стоят чуть выше, некоторые стоят чуть выше, но получают тот же результат, в котором она получилась практически. Хорошо. И последний вопрос. Принято, кто просто скажет, у вас какая-то на пружине похожа? У вас развал 15 сантиметров? Что именно? Да. Какая-то на пружина? Да. Какая-то на пружина? Ну, мы А какие там 15 сантиметров? У вас на пружине 15 сантиметров? 15 сантиметров это сколько? В два раза меньше. Ну, да. Ну, у нас какая-то пружина. Ну, она просто оттягивается. Мы просто оттягиваем уже наш пружин и она была … Если у вас 20 сантиметров растягивать на метна, у вас еще линейный эффект может быть это миллиметр? Это миллиметр? Это печаток? Это миллиметр? метр? здесь должно было стоить 0 или 1, но это получается 12 сантиметров. Ну да, это в метр, но это все в метр, это все в метр. Метра? Или миллиметр? Сантиметра тоже. Грати должен быть сантиметра. Да. У вас там 15 сантиметров. Да-да. Я понял, спасибо. Уважаемые катачки, уважаемые члены жюри, у нас есть 5 минут на то, чтобы выставить оценки. Спасибо. 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 Уважаемые коллеги. Давайте мы попробуем с вами попасть чуточку пунктуальнее, чем обычно. У нас осталась одна минута, может быть, уже все готовы к выставлению оценок. Готовы? Да, вроде как все готовы. Давайте тогда выставим оценку из дыхла. Оценки за докладом. 5, 6, 6, 4, 6, 5, 7, 7, 5. Оценки за оппонирование. 6, 6, 7, 7, 4, 3, 4, 8, 8, 8. Оценки за лицензию. 6, 9, 7, 7, 7, 5, 6, 8, 7, 9. Спасибо. Спасибо всем участникам действия. Пока. Давайте традиционно прокомментируем все наши оценки. В смысле, высшие и низшие. Так, оценка наимисшая за доклад это 4 балла. Это девушки из Багу. Нет. Да, комментируй пожалуйста. Ну у нас уже микрофоны все отключены. Ну нет. Еще есть другой. Держи. Ну, соответственно, качественное описание. Мне кажется, что оно было не совсем полное. Мне кажется, что оно было совсем полное. То есть я не услышала этого участкового объяснения, почему именно происходит на переклад энергии клевания. В этой комментируемой части я поставила документ 2. А вы провели один эксперимент, как мне показалось, чтобы снять просто траекторию движения в вертикальных клеваниях, каких-то там же, как выводится в РУС. Но это был единственный эксперимент в данной сдаче. И даже первое видео, насколько я поняла, было неважно. Теоретическое описание я поставила на 2 балла. Но, смотрите, я не могу поставить высокий балл за теорию, которая потом не появляется. Соответственно, я не могу понять, насколько меня ваша теория. Соответственно, соединение теорий с экспериментом я поставила еще на баллы. Собственно, доклад тоже на баллы. И, соответственно, условия и структурирование я поставила по баллу. Ну, опять же, в случае с оппонентом вы получили по тропалу, потому что, то есть, там вы получили по тропалу, вы получили вы полученные вопросы, то есть, мне понравилось. А за термином я поставила много баллов, потому что я считаю, что в данной задачи должны были потратить довольно больше времени на эксперименты. Что вы мне сделали? А высшая оценка за доклад? Скажу кого вам. Семь. 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 Скуратова и Даля Александровна заменена на оценку 4. Это оценка за опланирование. И Скуратова и Даля Александровна будет еще комментировать, потому что она является самой нижней. Анна Шампер хочет комментировать, ладно. Что хотелось бы сказать? Когда мы получаем додат, в котором какая-то теория вводится, но по итогу она дает лишь какую-то функцию, по которой мы начинаем делать фит. Я не считаю это правильно. Я не считаю много времени в дискуссии, на объяснении каких-то, как вы считали эту теорию. Правильнее было бы показать это, что мы сделали в конце. То, что это фит, это не совсем хорошо. Правильнее было бы указать на то, что, как правильнее, как качество описания было совсем дополнено и закончено. Можно было бы с этим как-то разобраться. Также, я считаю, было бы неважно показать то, что у меня были непроизделения никаких парад. Превозможно попробовать теперь угадать, что там будет. Потому что, к сожалению, экспериментов по сути не было. Притом, что еще и эффекта не выходил с дыханием. Так и не добились. Что касается анализа доклада. Были какие-то неплохие моменты, с которыми я согласна. Я думаю, что это однако много. Вы что-то упускали, вы говорили так. В итоге, за данный момент, что я поставил 5. Потому что вы потратили много времени на то, что вы потратили много времени. Высшие оценки за подъемы у нас в восьмерке. Сергей Иванович Гурченко и Елена Анфонсовна. Кто-нибудь из вас не мог его прокомментировать? transferred to a 대로. Согласно моей записи, класс дискуссии единичка, реалитность физики единичка, уместность вопросов и уместность вопросов. 3,5 за дискуссию, анализ доклада, понимание решения, здесь 0,5, 90, таки слабых сторон по 1 баллу, собственно, мнение, опять-таки, не прозвучало, поэтому получилось минус, то получается 2,5 балла, то отменяешься за 1 балл за ответы на вопросы жюри Елыча и кискисов, то в сумме получилось 8 балла. Все, спасибо, Сергей Иванович. И нижняя оценка за рецензию Виталия Александровна. Окей, давайте пойдемте к Иванове. И по, собственно, к рецензии анализ доклада. Понимаю, я еще не буду с операцией, потому что у нас не было вопросов к этому решению, и вообще не было не поднимает ни самого решения, предыдущие какие-то уточняющие моменты. И вопрос, как это было за экспериментами, что сначала институт сказал, что эксперименты были достаточно точными, а на это позже отметил, что эксперименты были неточны, что уже анализ и поняли. Окей. Озартнение сизинных и слабых сторон не обстановлено суммарно, но текста предмало, потому что было выделено всего 2 слабые родные сизинные сторонами, такие как сизинка была несена целая, была целая. на это позже, на что не было усыновления, также слабо были описаны качественные описания и эксперименты. На что было более-менее поздравление, поэтому усыновление расстояло 0,25. А на это поняли? 1,75. А на это дискуссии было 0,5, потому что не были поняты все вопросы, также не было бы анализировано то, что оппоненты потратили на выяснение не сизинных вещей в большей части своих оппонентов. И также за выяснение сизинных и слабых сторон поставило 1,25 балла. Было выяснено, как по мнению, недостаточно сизинных и слабых сторон. Вот. Ну и, в своем мнении, не устанавливается за 1 сгиб по этому уровню. Издавая нежурки поставила единицу, и так получилось 2,5. Спасибо, Дарья Александровна. И, Иван Александрович, вы поставили 9 за икс, но делали. Я уже много раз говорю, давайте, может, 2,9. Давайте, Елена Альфонсовна, действительно. Давайте. Вот. Закончите наш комментарий на позитиве. Девяткой. Значит, я буду очень правдой. Елена Альфонсовна, подождите секундочку. Участники первого действия, это оппонент, рецензент, и докладчик, рецензент, рецензент, рецензент. Пожалуйста, подойдите к Дарье Александровне, запишите о своей фамилии. Елена Альфонсовна, что я хочу сказать. Значит, я что хочу сказать. Я буду очень кратко и расскажу почему эти действия. Это было не просто. Потому что они уже ложились во время. Потому что из всех, которые мне не добилось сегодня услышать, это была четкая структуризация, которая излагала свое мнение. И даже там в любом случае, мы же понимаем, если у нас решение одно и то же, мы можем ее решать разными способами. Я благодарна этой девочке. У нас закончился сегодняшний турнир. Сейчас будет работать еще одна коллегия, выставлять наши оценки. что, собственно говоря, прекрасно. А пока работает еще одна коллегия, обещанный мной социальный опрос. Мы... 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 Если вы не знаете, что это такое, вы напишите, что не знаете, и тогда, может быть, где-нибудь, когда-нибудь мы опубликуем ссылку про вот этот принцип, который делал в России. Я не скажу, что он прям идеален, но он вполне себе интересен для той же республики, когда у нас есть команды с девятиклассниками и с младшими классами, которые могли бы уже учиться, вот попадая в какую-то младшую лигу, получать опыт, играя уже с более крупной и более старшими командой. Далее. По поводу того, как, собственно говоря, распределяются наши судьи. По комнатам, по именно правству судить финалы и так далее, иногда кто-то выдвигает какие-то еще вопросы к этим судям, потому что вот Ирина Николаевна мне рассказывала ситуацию в предыдущем перерыве. Требуется ли какой-то прозрачный, вообще известный механизм, то есть вас все управят так, как есть, или вы очень сильно хотите какой-то другой механизм распределения судей и решения каких-то спорных и конкретных вопросов. Вот. То есть, опять-таки, если вы его хотите, то предложите этот механизм. Вот. Идею хотя бы. Я не предлагаю расписать вам целый документ, но какую-то идею этого механизма, если вы готовы высказать, то я буду доказать. Так. И теперь последние два вопроса, которые касаются конкретно судей. Готовы ли вы принять участие в каком-то семинаре, турнирной школе, это будет неоплачиваемо, но вот, если вы готовы это сделать, то как часто в год, как часто, раз в месяц, раз в год, раз в неделю, каждый день, там... Как-нибудь. И сколько длительный, и какой формат семинара вы там готовы на себя взять, грубо говоря, приехать где-то в Минске или съездить куда-то там в условный город. А что иметь это под семинаром? Пойти рассказать что-то, либо... Какое-то там... Может быть, какая-нибудь смена в каком-нибудь лагере будет когда-нибудь создана. Ну... То есть, что-нибудь такое. То есть, может быть, какие-то есть идеи, которые сможет вам комитет обработать и которые мы сможем вам комитет отдать по этому поводу. Вот. И, уважаемые судьи, обозначьте на ваш взгляд самую главную проблему подготовки участников. Турнира. Ну и последний вопрос, он, наверное, тоже будет бы всем. Это... Хорошо. Жду. Уважаемые участники и судьи, хотите ли вы ввести подобную практику социальных опросов после каждого турнира вообще везде? Вот. Чтобы какую-то... Чтобы иметь обратную связь. Комитет мог получить обратную связь от вас, но мы могли предоставить вам какую-то реакцию на ваши пожелания и так далее. Понятное дело, что просто... Все, что я сейчас согласил, вы должны прекрасно понимать, что мы не сможем все это сделать. Но... Вот сейчас мы хотим сформировать какой-то бектор, к которому мы будем стремиться. Далее не придуешь. Вот. Вот. То есть вот найти пожелания, это просто... Ну, какая-то обратная связь. Понятное дело, что мы все это не реализуем, но... Это те идеи, которые двигаются в других странах сейчас активно, и... Ну, почему бы саму быстрее в Льюис не попробовать продвинуться у нас? Вот. Ну, и... В анкету, если кто-то хочет, может написать свое личное какое-то пожелание или свою личную какую-то идею для других. Все, большое всем спасибо за соцопрос. Я на этом, наверное, этапе должен закончить свою работу. Поблагодарить всех за участие. Сказать, что все участники сегодняшнего боя классные. поблагодарить всех судей... И передать слово... ... ... ... ... ... ... И хочу сказать, что это вам очень полезно. В будущей жизни техника, физика развиваются с такой скоростью, даже не физика, любые аспекты нашей жизни развиваются с такой скоростью, что брать...